Дневной разворот Ну а сейчас пройдемся по программе наших разворотов Сразу скажем, что в первом части у нас дневной разворот Во втором после 12 разворот со слушателями Это значит, что принимать звонки по телефону 211-101 мы будем после 12 И там мы будем говорить о проектах, которые прислали на конкурс по благоустройству Люльчинки И там можно будет высказаться Я уверена, что многие из наших слушателей следят за этой программой И уже проголосовали за понравившийся им проект Мы разбирать их будем с Константином Кропаневым Руководителем общественной группы ленточных парк Ленточные парки и проекта Малые реки Кирова И Ириной Рубцовой, начальником управления градостроительства и архитектуры администрации города Кирова Это после 12 А в первом части, в дневном развороте Мы звонки не принимаем, но это очень важная тема И мы всегда за ней следим Дело в том, что определились проекты, которые в этом году получат поддержку По программе поддержки местных инициатив И эксперты, которые уже не один год этим занимаются Кто стоял у истоков проекта поддержки местных инициатив И профессионально оказывают консультации из года в год нам с вами Горожане и жители Кировской области Они в нашей студии Давай их представим Так, ну, во-первых, девушку я представлю Мария Титаренко, начальник отдела управления проектами и программами Министерства социального развития Кировской области Мария, добрый день Добрый день Мария, первый раз у нас, так что с дебютом Спасибо Ну, и наши постоянные эксперты в теме ППМИ Михаил Шевелев, руководитель офиса консультантов инициативного бюджетирования Михаил, здравствуй Здравствуйте И Евгений Дрогов, эксперт офиса консультантов инициативного бюджетирования Женя, здравствуй Доброе утро Вот какая интересная ситуация сложилась Мы, когда готовились к этому эфиру с Аней вдвоем Искали пресс-релиз итоговый Я его нашла А, ты вот тоже нашла? Теперь вот я его нашла Отлично Я очень долго между прочим искала А вчера как-то он неявно, неявно он мелькал в интернете И поэтому вот, ну, слава богу, Женя Дрогов подготовился Все цифры на столе есть Сейчас еще у Ани в компьютере, и я поищу сейчас тоже увижу Но дело в том, что 447 заявок было подано по итогам конца прошлого года Вот 4 декабря было сообщение, что 447 заявок подали жители Кировской области Для участия в ППМИ-2019 Я не знаю, это много или мало, Миш? Ну, по последним годам, на мой взгляд, это как раз-то число качественных заявок Которые года в год предоставляют Раньше было больше Но в последнее время муниципалитеты рассчитывают свои силы Это очень непростая работа подготовить заявку Провести работу с жителями Поэтому они заблаговременно думают о том, какие проекты будут подавать И, собственно говоря, проводя работу вот где-то в районе 400-500 заявок Мне кажется, по последнее два года, два-три года мы наблюдаем Мария, мне кажется, более точно покажет цифры Да, в прошлом году было у нас подано на конкурс 418 заявок А в предыдущие года, если смотреть 16 и 17, это было 536 и 501 заявка соответственно Слушайте, но не надо забывать Ведь ППМИ 10 лет в этом году исполняется ППМИ в Кировской области Наверное, часть проектов уже реализована Поэтому немножечко снижается количество заявок Потому что есть проекты, которые уже закрыты Нет, 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 ситуация была другая совершенно И мы же отслеживаем Мы же отслеживаем и об этом говорили не раз Вот как раз, когда развивался интенсивно Только заводился, погружались люди в эти проекты Было понятно, что очень много проектов В итоге не проходит через конкурс Потому что не успевают готовить качественно заявки В этом была проблема В итоге люди все-таки свои силы на это тратят Силы, время, надежды Ну и вылетают из конкурса просто потому, что Не подготовлено должной степени и документации И люди не готовы к ним Но идут на следующий год Или через год Поэтому поняли, что необходимо снизить количество заявок Консолидировано так вот работать над заявками в каждом муниципалитете И отбирать ровно то, что безусловно необходимо И бросить туда все силы на подготовку документов Есть ведь еще один немаловажный фактор Это объем финансирования из областного бюджета И здесь сумма колебалась в разные годы И самая пиковая, самая большая была Я сейчас не помню, в каком году меня Мария, может быть, поправит В 2012-м 350 было миллионов И в тот год заявок было подано аж более 800 на конкурс И средний процент выигравших в районе 70%, если посмотреть, колебался То есть все равно две трети заявок от общей массы Все равно это победители То есть тут на самом деле достаточно сложная, многофакторная вещь Которая влияет и на количество поданных заявок, и на количество победителей То есть нельзя сказать, что вот только неподготовленность там, например, определяющими являются факторы Ну то есть все три фактора, которые мы сейчас назвали, они вместе вкупе сложившись Показывают какой-то более-менее стабильный результат Мы сейчас ориентируемся на 400 заявок в год Раз уж мы заговорили о суммах, о финансировании Давайте мы посмотрим, что выделили на 2019 год И сколько в итоге 447 заявок было подано Победителей 343 инициативы Ага, 343 На 343 инициативы в 2019 году какой объем финансирования выделяется? На эти проекты выделено 230 миллионов рублей в бюджете 2020 года Давайте, Мария, сразу поясним, что значит в бюджете 2020 года То есть те заявки, которые сейчас выигрывают и сейчас реализуются Средства получают они годом позже или как? Свои деньги, деньги муниципалитета, спонсоров и населения Они вкладывают в этом году, то есть полностью оплачивают свои контракты А областную субсидию они получат в январе следующего года Еще раз назовем сумму, я не успела записать 230 миллионов рублей Эта сумма у нас одинаковая уже последние три года Три года, она фиксирована, 230 миллионов рублей А можем ли посмотреть статистику по суммам, которые люди сами собирают И их спонсоры тоже? Софинансирование сколько составляет? Если рассматривать конкурс этого года, 19-го года То на 230 миллионов рублей областного бюджета Муниципалитеты вкладывают порядка 68 миллионов своих средств Это 18% Физические лица заявили о том, что они могут вложиться 47 миллионами рублей И юридические лица своими гарантийными письмами подтвердили вклад в 28 миллионов рублей То есть средний вклад в бюджет области составляет на сегодняшний день менее 70% Если быть точным, 61,7% То есть у нас этот показатель снижается из года в год Потому что у меня, по крайней мере, я не слежу так подробно за статистикой Как, естественно, это делает проектный центр Но, тем не менее, я помню, что в первые годы, когда мы только начинали И когда они были ограничены, какие-то там показатели То вклад был немножко меньше Он где-то был вклад области где-то на уровне 70-75% Ну, вот потом, скажем так, муниципалитеты берут на себя больше обязательств И, собственно говоря, вот это взаимодействие с людьми, оно приводит к тому, что муниципалитет увеличивает свой вклад То есть это хороший показатель, получается, люди в проект поверили, готовы деньгами вкладываться Ну, вообще, показатель по среднему по России, он очень высокий То есть он очень качественный И с учетом того, какие отзывы есть и от населения, и от муниципалитетов То есть с учетом вклада не только областного, но и жителей, скажем так То есть позитивный этот настрой, он, конечно, очень впечатляет, в общем-то, всех в России С учетом масштабов, с учетом вкладов, с учетом всего И тут нужно говорить, наверное, о какой-то такой повышенной, что ли, социальной ответственности И, в общем-то, желание наших жителей жить самостоятельно, решать свои местные проблемы и жить достойно То есть я бы вот так и про это говорил Что касается денег, мы помним, что была серьезная ситуация пару лет назад Когда непонятно было, продолжится ли проект поддержки местных инициатив или нет И эта ситуация разрешилась в прошлом году, когда губернатор Кировской области Игорь Васильев заявил, что ППМИ быть Это наш такой столб, мы должны развивать эти проекты Но к этому предлагалось, я знаю, в последнее время предлагалось законодательно закрепить в бюджетных статьях региона Именно деньги на ППМИ Было такое предложение? Разрабатывался такой проект? Этот проект, он, по сути, трендовый Мы консультантами инициировали, смотря как это выглядит в других регионах Как пошли по этому пути Пермский край, Московская область, Ленинградская область, Хабаровский, ой, не Хабаровский, Кемеровская область Мы тоже по этому пути пошли, да, и мы подумали о том, что это очень хороший подход, когда, ну, скажем так, все договорились И эти деньги выделяются постоянно, в определенной сумме, она может плавать, она может быть как бы больше и меньше И мы предложили такой проект в общественную палату То есть и в общественной палату уже, учитывая то, что она является субъектом законодательной инициативы Как раз года два-три, наверное, назад, да То есть происходила работа, работа рабочих групп, работа связанная с приглашением экспертов из министерств Работа связанная с обсуждениями, скажем так, да И в результате появился некий, на мой взгляд, итоговый документ, который на сегодняшний день до сих пор находится в недрах палаты Он до сих пор в палате? Он до сих пор в палате Сколько уже времени он там находится? Наверное, два года, да Что-то долго он там у вас лежит, Светлана Что он там делает в палате? Ну вот, последний раз я присутствовал, представлял офис консультантов на коллегии общественной палаты Это было 26 декабря, если мне память не изменяет И там, во-первых, коллегия палаты поддержала законопроект Но было принято решение, что прежде чем он будет вынесен на обсуждение всей палаты И в дальнейшем представлен как законодательная инициатива от палаты в законодательном собрании Кировской области Будет инициировано формирование такой межведомственной комиссии рабочей группы или круглого стола, как угодно можно назвать Для того, чтобы окончательно сверить, так сказать, позиции Сколько можно сверять позиции? Ну, это вот было такое предложение руководства общественной палаты Но, как бы там ни было, до сих пор мы не видим никаких шагов в этом направлении То есть мы ничего не знаем, предприняты ли шаги по созыву такой комиссии А убыстрить как-то этот процесс возможно? То есть вы задаете вопросы или их некому задавать? Давайте так, есть лицо ответственное в общественной палате за продвижение этого проекта? Трудно сказать Этим занимался Александр Александрович Галицкий Нет, он решение принимал, а кто лоббирует этот проект? Должен быть всегда человек, отвечающий за... Единственным по рабочей группе, по-моему, был Олег Ткачев, если я правильно помню Спасибо, коллеги, я записала две фамилии своих коллег по общественной палате Что касается Олега, могу сказать, что он со своей стороны сделал все, что от него зависит Тут коллегу никаких вопросов нет Но где-то застряло Хорошо, тогда я беру на себя прояснение ситуации Потому что вот у нас и пленарное заседание будет в конце марта в общественной палате И, конечно же, на мой взгляд, этот проект давно уже назрел И нужно его утвердить, потому что невозможно каждый год высоким чинам Высокие чины убеждать, что необходимо выделять деньги Все со всех трибун говорят, что мы убедились за 10 лет, что это действенный, эффективный механизм Давайте его, в конце концов, уже узаконим Прервемся на полминуты и продолжим разговор с нашими гостями Итак, мы говорим сегодня о результатах отборочного тура по ППМИ Проектом поддержки местных инициатив-2019 И говорим мы с экспертами об этом С Марией Титаренко, начальником отдела управления проектами и программами Министерства социального развития Кировской области Михаилом Шевелевым и Евгением Дроговым Экспертами Офиса консультантов инициативного бюджетирования Поставили точку пока что на законопроектах И на всех документах, которые сопровождают проект поддержки местных инициатив Кировской области Ясно, что здесь все-таки большой вопрос пока что А не восклицательный знак, а не точка, а вопрос И надо его решать Безусловно, я уже сказала, что в конце марта месяца Будет пленарное заседание общественной палаты Где скорее всего секретарь общественной палаты Александра Александровича Галецких Сложит свои полномочия, поскольку вы избрали на новую должность И будет назначен ИО И вот в этом, друзья мои Это все-таки потеря Потому что когда нет конкретного лоббиста Конкретных законопроектов Как во всем мире это делается Внутри какого-то органа То вот так вот документ туда-сюда и ходит Тут важно, наверное, сказать, что коллегия согласилась С мыслью, с позицией С тезисом о том Что этот законопроект Он ведь нужен не только для того Чтобы Ну закрепить какую-то Финансовую составляющую в бюджете И обозначить намерения Правительства Кировской области И депутатов И бюджета О том, что мы Подобные проекты реализуем Они для нас важны Спустя 10 лет после начала реализации ППМИ Этот закон нужен для того, чтобы Переосмыслить то, что мы делаем И, возможно, выйти на какой-то новый качественный уровень Можно я добавлю? На самом деле Не удалось мне поставить точку И видно почему Да, это серьезная проблема Просто ошибочно полагают Многие о том, что Закон об инициативном бюджетировании Это некий такой лоббистский проект Людей, которые инициативным бюджетированием занимаются Это вы для себя стараетесь? Вот Такое мнение на самом деле присутствует Но Если прочитать закон Если посмотреть то, о чем он говорит То здесь в большей степени нужно говорить о том Что этим законом Общественная палата Полагает Закрепление некой суммы На поддержку любых инициатив Не обязательно это будет ППМИ Либо народный бюджет Либо поддержка каких-то НКО То есть в рамках этого закона Можно было бы создавать и развивать Разные проекты Разные проекты, потому что это сегодня необходимо ППМИ хороший инструмент Вот я как 10 лет занимаюсь этим инструментом человек Понимаю Мы сейчас в динамике еще немножко подвлезли Он не безгрешен И он не единственная догма, собственно говоря Среди всего того многообразия Которое на сегодняшний день присутствует В поддержке инициативных неравнодушных граждан В поддержке тех задач, которые решаются на самом низовом уровне На местном уровне Поэтому и говорить о законе Это нужно как о возможности Некой перезагрузки Решения тех задач, которые стоят Да, давайте мы вот что сделаем Все-таки точку Мы вот что сделаем, Аня Мы пригласим сюда в эту студию Представителей общественной палаты Представителя Министерства внутренней информационной политики Правильно я понимаю, что они тоже замешаны в этой истории? На самом деле в инициативном бюджетировании задействовано большое количество Это Министерство внутренней информационной политики Это Министерство, естественно, социального развития Это Министерство экономического развития Так или иначе задействовано Потому что их интересует участие и развитие предпринимателей в этом движении Минфин Минфин, естественно Хорошо, и депутаты ОЗС И разберемся здесь в студии Почему до сих пор не принят закон об инициативном бюджетировании Вот мы это сделаем Пусть каждый выскажется Потому что можно бесконечно перекладывать папочки Но решение так и не будет принято Разберемся, правда? У нас пригласите, мы тоже поучаствуем Обязательно Два часа тогда Хорошо, давайте перейдем к проектам 2019 года Уже стало понятно, что их 343 И рассмотрим сначала, как обычно мы это делаем Категории заявок по тому, что требуется людям Что у нас нынче в лидерах Когда-то были водокачки и дороги Что сейчас людям требуется Вот с этого начнем А потом пойдем по порядку Мы смотрим все вместе на Марию Пстаренко У Марии вся статистика сведена Итак Вопросы, которые поднимают население По-прежнему более актуальными Это являются дороги и водопроводы Все еще мы не привели их В надлежащее состояние При этом Если смотреть за все года А у нас уже на этот год Реализовано более 2500 инициатив Каждый третий Это дорога Каждый пятый Это какой-то участок водопровода В основном Эти вопросы, конечно, поднимаются Сельскими поселениями Кроме дорог и водопроводов Они рассматривают ремонты домов, культур Строительство детских площадок Благоустройство своих территорий По городским округам Это в основном благоустройство Придомовых территорий Но также и благоустройство Общественных пространств Парки, скверы В этом году У нас В отличие от предыдущих лет Стало Немножечко больше заявок По сбору и вывозу Мусора Это организация Каких-то площадок Или что? Это организация Контейнерной площадки С закупкой Самих контейнеров Подождите Это разве не региональный Оператор должен делать? Нет В данном случае Муниципалитеты Особенно опять же Сельского поселения Сельского уровня В прошлом году Очень серьезно Заботились Предварительно Те реформы Которая В общем-то Ожидалась 1 января И так или иначе Было непонятно Как это будет организовано А во многих муниципалитетах Так или иначе Сбор мусора Вывоз Был организован То они решили Что в рамках Проекта поддержки местных инициатив Можно к этому подойти Более культурно То есть И некоторые муниципалитеты Пошли по принципу Того что мы не будем ждать Как это собственно Будет делать Региональным оператором А мы сделаем так Чтобы у нас Это сразу же Было спланировано И точки были Определены жителям Потому что Это ведь требует Согласия Это ведь не просто Региональный оператор Пришел там И воткнул Этот сам контейнер Любой контейнер Требует собственно Общественного согласия Где он будет Остал Люди сделали так Как удобнее им Они в рамках Собрания И в рамках проекта Использовали этот механизм Для того чтобы провести Эту дискуссию И выбор этого объекта Ведь он был Не обязательно Они могли проголосовать И за другие проекты Люди например Сказали о том Что да Мы готовы Мы готовы Чтобы у нас Это было культурно Чтобы мы не мешками Там это самое Где-то бросали Там оставляли У своих там домов И так далее Раз это будет Оператор То давайте мы сделаем Там 3-5 площадок Нас это устраивает Тем более он будет ездить Он будет оплачиваться Мы будем оплачивать Как цивилизованно Скажем Да И это было использовано Много ли таких площадок По сбору В итоге в регионе Возникнет На данный момент У нас В выигрышах Это 16 проектов 16 проектов А площадок По сбору Твердых коммунальных отходов На весь регион Не 16 площадок А 16 населенных пунктов В которых Все это будет сделано А сколько площадок В 16 населенных пунктах Мы знаем Разное количество Нет К сожалению Что это за населенные пункты География Ну я сам лично присутствовал В Слободском районе То есть это не обязательно Удаленные районы Я вот был в Подосиновце Это большие населенные пункты Там сразу по-моему Я не знаю какая заявка У них была подана Но я участвовал в собрании Там 20 по-моему Они планировали На весь поселок 20 в Подосиновце По ПМИ построили Я могу сейчас Ошибаться Надо смотреть заявку Конкретно Но вот проект Который там обсуждался Он был связан С большим количеством То есть это не маленькие Населенные пункты По-разному На самом деле По-разному Вот я был в одном Вот в Слободском районе В некоторых поселениях На первом собрании Там определяли Что мы поставим Два контейнера В одной из деревень В другой В селе уже Скажем так Большом Где там проживают Около полутыщи человек Там говорилось о том Что Ну если я не ошибаюсь Порядка наверное 14 там точек Определяли Ну вообще Ответственность По организации Мусорных площадок Это муниципалитет Почему бы Муниципалитету По которой Содействует Получение грантов По поддержке местных Инициатив Действительно Заранее не озаботиться Было И не подстраховать Свои населенные пункты В прошлом году Они это и сделали Вопрос На самом деле Серьезный И сложный И непростой Я честно могу сказать Что на собраниях Было непросто И тем более Нам было непросто Потому что Ведь разговаривать С людьми нужно Во-первых Открыто и честно Во-вторых Профессионально и компетентно В-третьих Ну Те кто затеял Из муниципалитетов Этот разговор Они на самом деле Большие молодцы Потому что Вот это Напряжение Которое у многих Было в январе В феврале Там связано С платежками В тех населенных пунктах Которых это проговорено Оно уже Так или иначе Люди были Большим Своем грамотны И вот этот Ликбез Я считаю Что он важнее Того Что даже Появятся площадки Потому что Люди Собственно говоря Немножко стали Разбираться Хотя бы в том Что за инициативы Там на федеральном уровне Как бы дошли Частая инициатива Ведь от самих граждан Исходит От общественных организаций И муниципалитет Ну реагируя На эти Скажем так Сигналы Прорабатывает уже Вопросы И выносит На широкое обсуждение То есть здесь все равно Ну трудно сказать Где Мячик там Откуда он выскочил И куда он в итоге прилетит На какую сторону То есть это все равно Совместное Как и В любых других проектах ППМИ Это совместная работа Муниципалитета и граждан Почему-то считается Что уборка мусора Это ну такая технология Которая Вот там нужен полигон Там Это самая Условно говоря Контейнерная площадка Ну Автомобили Которые вывозят Этот мусор Да Самая-то главная Самая большая проблема У нас в культуре То есть она Связана с тем Что если люди Условно говоря 20 лет Вывозили Там Организовывали Какие-то там Свалки За которые Потом штрафовали Глав там И так далее На уровне глав Им тоже было Сложно вывести Потому что Некоторые полигоны Районные Были не согласованы То эти все Вопросы Они накопились Очень серьезным Таким болевым Ощущением Я говорю про Глубинку Вот И на самом деле Тут Большая Вопрос И задача Была как раз Разъяснительной Работы И на мой взгляд Конечно Проект поддержки Местных инициатив В виде Своей Вот такой Прямой Открытого Разговора Которому У нас Очень многие Главы научились Да Они собственно Говоря на этих вопросах На этих моментах На этих собраниях И поднимают Эти сложные вопросы Мы должны сейчас Уйти на рекламу Я только выражу Своё удивление На многих встречах Которые были посвящены Вот этой проблемам Мусорной реформы Я неоднократно Поднимала вопросы Об информационном Сопровождении Этой мусорной реформы Их странно Я вот сейчас думаю Что ни разу Первый раз мы это слышали Да Ни министерство экологии Ни министерство ЖТХ Ни другие Ни Куприт Никакие другие Эксперты Ни разу не упомянули Что это можно Можно В рамках ПМИ Сделать Да Они только говорят А как По какой технологии Кто им поможет Что за встречи Вообще ничего не было сказано Это удивительно Честное слово Вы нам открыли сейчас глаза Просто на эту историю Прервемся на полторы минуты Мария Титаренко Начальник отдела управления Проектами и программами Министерства социального развития Кировской области У нас в студии Михаил Шевелёв Евгений Дрогов Эксперты Офиса консультантов Инициативного бюджетирования Говорим мы Об итогах Отбора Скажем так Проектов ПМИ 2019 Разобрались С деньгами Разобрались С приоритетами Которые обозначили Жители для себя В прошлом году И сейчас мы должны Вернуться Наверное Собственно говоря К тому Кто участвует И как участвует Проследим в развитии В этом проекте Изнутри Сейчас мы у Марии Должны спросить Мне так кажется Все таки Какие из районов В Кировской области Наиболее активно Себя вели В этом году Мы хотели Про предпринимателей Это связанные вещи Ну конечно Я просто хотела Напомнить Что 68 миллионов Софинансирование Было со стороны Муниципалитетов На этот год Физические лица 47 миллионов Немаленькая цифра Софинансируют А юридические лица 28 И в среднем В среднем Мы смотрим В релизе На одну заявку Приходится 3,69 предпринимателя Готовы поддержать Почти 4 предпринимателя Готовы поддержать Каждую заявку Что изменилось Может быть Давайте посмотрим Все таки в прогрессе Что изменилось За эти годы Как изменилось Отношение предпринимателей К проекту поддержки Местных инициатив Я вот помню Не начало А серединку Когда и к нам сюда приходили Для того чтобы Наш холдинг Участвовал в поддержке Письма поддержки Писал И я знаю Что очень часто Вот в те годы По крайней мере Даже большие предприятия И серьезные Юридические там Какие-то лица Компании Они говорят Ну ладно Ну может быть Там 5 тысяч 10 дадим На миллионный Проект поддержки Ну как-то так Ну вот Особенно когда говорили Ну вы же здесь находитесь Вот ваш офис Смотрит окнами На этот там Участок Ла-ла-ла Но не очень большие деньги Не знаю Как сейчас изменилось Отношение Может быть Мы посмотрим По-прежнему По-прежнему Напряженно и скептически Относятся Предприниматели Или сами Может быть Становятся Инициаторами Мария Можно я начну Ну давай Давайте я начну Я начну Как бы я начну Как бы я начну И внутри А потом Мария Меня цифрами поддержит Сейчас Михаил расскажет Про собрать Вы знаете Количество активных Людей У нас К сожалению Наверное Оно величина Постоянно Те люди Которые активные Они активно живут И очень часто Занимаются предпринимательством А как же Не заражает Разве Это вся история Ну Она кого-то Заражает Но ведь Люди Которые Занимаются Предпринимательством Они как правило Люди Грамотные Они видят и чувствуют не только проект по поддержке местных инициатив, они видят другие направления деятельности, они понимают, как у нас формируется налоговая система Российской Федерации. В общем, это величина постоянная. Они предприниматели, они способны принимать решения. Самое главное у них это получение прибыли, то есть у них везде написано в уставной деятельности, цель деятельности это зарабатывание прибыли. То есть они считают, что выплачивая налоги, они, собственно говоря, решают большинство задач, а то, что у нас муниципалитет устроен, ну, не совсем правильно, на мой взгляд, несправедливо тем, что количество полномочий большого, а денег мало, то многие из них просто видят воочию. И, соответственно, вот эта помощь и поддержка, это не помощь и поддержка бюджету, это помощь и поддержка людям, действительно, которые их окружают. Но, к сожалению, у нас не такие большие предприниматели и не такие большие предпринимательства, которые бы позволили себе, условно говоря, взять и 100 тысяч, 200 тысяч, хотя и такие есть вклады, и больше есть вклады. Есть, есть. И, например, вот там химкомбинат, он постоянно поддерживает свои проекты, как бы и достаточно большие. Вообще уникальный совершенно пример. То есть большие, крупные предприниматели, предприятия, я больше вам скажу, депутаты законодательного собрания, они постоянно и регулярно поддерживают те инициативы, которые у них проходят в своих округах. Вот, вернемся к химкомбинату, я здесь была на годовом отчете. Химкомбинат 130 с лишним миллионов вкладывает в поддержку разных проектов Кирово-Чепецкая и районов. В 2019 году все проекты поддержки местных инициатив по Чепецку получили поддержку химкомбината, кроме одного. Это, по-моему, я не помню, по-моему, сколько там в Чепецке? 20 проектов. Когда цифра такая, два десятка у меня складывается. И когда мы спросили, а почему кроме одного, что такое в том проекте, в котором вы не поддержали, химкомбинат сказал, просто к нам не обратились. И все, все. Вот это, кстати говоря, потом через неделю встречались руководство химкомбината и губернатор, и губернатор тогда говорил, что вот такой бы опыт, как химкомбинат, какой химкомбинат реализует в сфере своей, в тех районах, где он присутствует, так или иначе, депутат или ЧПС, где они находятся. Вот, значит, его следует распространять, с них стоит брать пример и другим предприятиям. Я присоединяюсь к словам губернатора. А то иногда ощущение, что в Кирове нет ни одного крупного предприятия, который готов поддерживать. Вы знаете, иногда инициаторами проектов выступают не крупные предприятия, но, скажем так, селообразующие. То есть сельхозпредприятия, предприятия по деревопереработке и лесодобыче, которые выходят к жителям, говорят, друзья, нам всем нужна дорога. И нам, как предприятию, нужна эта дорога. И вам, и муниципалитету, и всем. Мы готовы вложиться. Ну, иногда это не всегда, скажем так, весьма демократично это звучит, но в том, что это необходимость назревшая и очевидная, для всех это понятно и все это принимают. И вот такие проекты, они действительно делаются дружно, сообща, и там вклады бывают сотни тысяч рублей. Хорошо, когда есть хедлайнер. Давайте Марии слово дадим. Что у нас по цифрам получается с предпринимателями? Если смотреть вклады юридических лиц по последним годам, да не только по последним, а за все 10 лет реализации проекта в Кировской области, то вклад юридических лиц у нас составляет 7-7,5% и немножечко варьирует в зависимости от года. У нас есть заявки как с большим вкладом юридических лиц, так и заявки, которые не нашли себе спонсоров. Например, в этом году таких заявок у нас было подано 4 и 3 без спонсора. То есть они либо не нашли, либо не пошли искать спонсоров, и 3 из них они одержали победу, и я надеюсь, что будут реализованы. А там реализация каким образом будет происходить? То есть предприятия спонсора нет, но жители-то все равно участвуют. Кто-то участвует, например, кто-то силы свои. Вот этот балл они не получили, но по другим баллам прошли. Предпринимательский вклад не является обязательным просто единственным, единственный, как сказать, из вкладов, да, из финансовых вкладов, который обязательно не является, но баллы, конечно, приносит. Мария, а что это за заявки, вы помните? На что подавали вот эти заявки без поддержки предпринимателей? Это благоустройство спортивных площадок, благоустройство придомовых территорий и заявка по строительству мемориального комплекса участникам войны. Вот это удивительно. Это городские, да, все проекты получаются? Да. В городе на самом деле сложнее, то есть намного сложнее. Нет, я ошиблась, три городских и одна это поселенческая. Поэтому в поселениях не всегда бывают близко предприниматели, которые можно прийти и обратиться. Если мы будем рассматривать заявки остальных, которые все-таки подтвердили вклад 7,5%, то есть заявки, в которых вклад более 1 миллиона рублей от юридических лиц. И этот миллион рублей может вложить как одно юридическое лицо, у нас есть такие, так и 2-3. Мы примеры можем привести? То есть, ну вот помимо Кирово-Чапецкого химкомбината, который Светлана приводила, какие еще предприятия у нас готовы вот массово так массировано поддерживать? — Город Слободской, ООО «Алмис». — «Алмис» — известное предприятие, да. — Это, к сожалению, единственное, что сейчас у меня пришло. Всех остальных поименно мы, к сожалению, не знаем. И вообще у нас посчитать количество предпринимателей на одну заявку в этом году пришло нам в голову первый раз. Мы сравнили цифры с прошлым годом, и я хочу сказать, что это примерно на одном уровне у нас все держится. Но у нас есть заявки, которые без юридических лиц, а есть заявки, в которых этих юридических лиц 20. — Я могу сказать, что вот в прошлом году мы с Евгением Михайловичем были в Каринторфе, когда открывали памятник. — Памятник открывали, да. — Замечательный. — Абсолютно замечательный памятник тепловозу, да, правильно? — Ускокалечный тепловоз был. — Ускокалечный тепловоз был. — Ускокалечный тепловоз. — Там было, по-моему, если не соврать, там больше двух десятков предпринимателей. Причем их во время открытия каждого озвучивали, каждому награждали, каждый имел возможность сказать, и им очень благодарны. Вообще такие мероприятия, когда есть спонсоры, и им очень благодарны. — А вы знаете, что теперь Кирилл Чпес, который разрабатывает, собственно, свой бренд и пытается позиционироваться, и они там приглашали московских экспертов, и вместе с горожанами обсуждали, кто мы такие, кем мы, может быть, у них три варианта было предложено. Один вариант — это город-завод, ну, что касается там, да, химикамена, я сейчас не помню правильных формулировок. Второй вариант — это город-теплоход, ну, то есть вот слияние реки двух рек и так далее. А третий вариант — это как раз связанный с Каренторфом вариант, не помню, как он называется, но конкретно они представляют себе, что Каренторф именно может стать лицом Чепецка и привлекать и туристов, и так далее. — Там много есть направлений, которые можно развивать, тем более, что Каренторф — это сейчас микрорайон города, такой удалённый лес. — Они себе позиционируются как сердце города, с которого город и начался. — Ну, собственно говоря, да, так и есть, исторически. — Причём он очень симпатичный такой в туристическом смысле, то есть там есть на что посмотреть, вот эти деревянные строения, которые там остались. — Это сама узкоколейка, это уже, я знаю, людей из столицы, которые специально приезжают на наши эти узкоколейки исследовать. — И вот, и вот москвичи, которые приехали по призыву администрации города Кирова-Чепецка, тоже обратили на это внимание, и очень интересно, здесь был Чепецк у нас в студии, и очень интересно, они очень даже эту идею поддерживают, им это нравится. Хорошая история, я сразу вспомнила про троллейбусы старинные, которые гниют у нас в троллейбусном парке, и которых сначала не дали поддержать, потому что сами типа отремонтируем, а потом стало понятно, что троллейбусникам, ну некогда им ремонтировать-то, и почему-то, заглубив инициативу граждан, давайте мы всем миром, спрятав этот троллейбус, вот сейчас они так и стоят, с этим надо тоже что-то, и ржавеют. — Пример могу, вот привезён из Калининграда, буквально свежий, да, то, что там у них они восстановили трамвай старинный, один, и этот трамвай закреплён за музеем, и, собственно, раз в неделю по субботам он отправляется из точки А в точку Б. — А можно троллейбус восстановить за счёт ППМИ? — Я думал, нет. — Нет, это инфраструктура у нас. — Но у нас есть очень хорошая, скажем так, инициатива, которая вообще, подход у проекта, потому что нет ничего невозможного, если это находится в муниципальной полномочии. Вопрос в том, что нужно писать, нужно делать заявки, потому что многие говорят, вот нельзя вот это вот делать, но никто не жалует, ну не то, что не жалует, они пишут, не делают предложений, потому что если эти предложения будут, они могут быть рассмотрены, рассмотрены там на ассоциации Совета муниципальных образований, на заседании конкурсных комиссий правительства. — Одна минута. — Одна минута. Остаётся, я всё-таки, может быть, задам свой вопрос про наиболее активные районы в этом году. — Наиболее активными районами, и не только в этом году, а из года в год, и за последние годы, это являются Слободской, Кирово-Чапецкий, Кельмецкий районы, Верхошижемский и Уржумский. — Новички есть какие-то, кто вот зашёл прям? — Слободской, Химкомбинат и Глобус. — Я бы так сказала. — Слободской район у нас лидирующие позиции из года в год занимает, а новички у нас уже реализуются 10 лет, поэтому я думаю, тут уже трудно быть новичком. Ну, например, в прошлом году Богородский район у нас не участвовал в конкурсе, в этом году они подали одну заявку, они её выиграли, поэтому я думаю, что они всё-таки реализуют и отремонтируют кусочек своего ДК. — Надеемся, что это будет старт, заявка от района, это, конечно... — Ну, это у нас такой аутсайдер, можно сказать. — Есть у нас районы, в которых у нас подаются по одной заявке, и у нас в этом году три района, которые выиграли всего по одной заявке. К сожалению, по имённый список я не помню. — Хорошо, мы продолжим разговор про ПМИ, уже, видимо, будем говорить и о новом этапе сбора заявок, и промежуточные итоги будем подводить, как реализуются проекты, поэтому у меня к коллегам сразу из офиса консультантов инициативного бюджетирования вопрос, когда новый сбор заявок начинается уже на 2020 год? — Я вообще могу сказать, что можно готовиться. Вот мы с Константином Крупеневым разговаривали, и он так, неожиданно посмотрел. Ну, готовиться можно, когда будет дан старт. У нас старт обычно даётся в мае, в этом году, может быть, он будет дан раньше. И после этого будет выложен график. — Всё, вот уже. То есть совсем вот скоро-скоро-скоро. Мы будем тогда встречаться и, может быть, расшевелим как-то вместе совместно и с эфирами тоже. Тех, кто ещё не в проекте, прощаемся с нашими гостями. — Мария Титаренко, Михаил Шевелёв, Евгений Дрогов. Благодарим. — Всего доброго. — Мы вернемся через 20 минут. — Спасибо.